В марте 2017 года Впервые в Америке, в Нью-Йорке, мы провели форум, пригласив американских служителей. Наши молодые люди посещали все церкви, которые есть в Нью-Йорке и в окрестностях, и пришло 700 американских служителей. На протяжении одной недели я передавал им Евангелие, и они очень сильно были удивлены. После этого мы начали проводить СЛФ, собрание для служителей. И сегодня уже 130 тысяч служителей за границей, они вместе с нами работают. Однажды я поехал в Фиджи и проводил семинар. Собралось около 100 служителей из церкви Фиджи, и 70 из них получили прощение грехов. И когда они уверовали и жили в радости, тогда в главном штабе спросили у них, скажите, как вы так изменились? Тогда они сказали, мы сошли пробовать пастору Супака и получили спасение. И тогда главный офис позвонил в Корею, в Методистскую церковь Кореи, и спросили, что это за миссия Гуднюс. Тогда им сказали, что это страшная ересь. Тогда руководство Методистской церкви Фиджи сказали о том, чтобы больше не работали вместе с миссией Гуднюс. Однако многие служители сказали им, нет, миссия Гуднюс, которую мы видели, ни в коем случае это неплохая церковь. Пожалуйста, отметьте ваше решение. Тогда главный штаб Методистской церкви Фиджи, они очень сильно удивились. И поэтому в 2017 году отправили одного человека, представителя, в Пусан. И на протяжении 10 дней этот человек очень подробно изучал нас и писал доклад. Сейчас после 10 дней он докладывал и сказал, что до сих пор в истории христианства я никогда не видел, чтобы Дух Святой так трудился, как у этой миссии. И что он сказал? Когда мы проводили церемонию открытия на пляже Хеунде, там нет здания. И с самого утра шел дождь. Вечером уже церемония открытия. Я посмотрел, что делают миссионеры, служители Миссии Гуднюс. Они же в комнате молились перед Богом. А что удивительно, что эти пастора, молясь, чтобы Бог остановил дождь, они верят, что дождь прекратится. И действительно, вечером, за час до начала мероприятия, дождь прекратился. После мероприятия, когда мы возвращались уже в гостиницу, снова пошел дождь. Знаете, когда я впервые посетил Фиджи, в Фиджи был очень сильный дождь. И что нескольких людей унесло водою. Но с того дня, как я приехал в Фиджи, знаете, прекратился дождь. Куда бы я ни ходил, там. Мы проводили семинар в Фиджи на стадионе. И в последний день чуть-чуть выпал дождь. А так всегда было солнечно. После семинара, как я уехал, тогда снова пошел дождь. И знаете, так часто бывает. Однажды я поехал в Россию, и пастор Ким Са Гон позвонил мне из Кореи. Сказал, пастор Пак, да беда случилась. В Корее выпала очень сильная осада, и мост, который ведет на гору Тэдок, разрушился. И все снесло. Я сказал, ой, пастор Ким, простите, пожалуйста. А за что, пастор, вы просите прощения? У меня семинар, который здесь очень важен. Поэтому я забрал хорошую погоду из Кореи. Из-за этого идет дождь. Но ничего страшного, я вернусь в Корею, будет все хорошо. И тогда в Кимчоне, да, есть место Камчон, да, река. И эта река ведет в большую реку Нактон. И те мосты, которые находились на этой реке, были все снесены водой. И тот мост, который мы использовали, мы сами построили. Знаете, извините, но моя супруга до сих пор называет, что я скупой дед. Да, в последнее время я говорю, ну, может, поменяешь название, что я еще не такой скупой. Но до сих пор она называет, что я самый скупой человек в этом мире. И когда мы строили мост, конечно, мы старались хорошо построить его. Однако он был таким узким, что две машины еле-еле могли проезжать. И, знаете, братья и сестры, да, они говорили, ой, так жалко. И пастор Гим Сухон говорит, что сейчас мост, да, рухнул. Я сказал, аллилуйя. И пастор Гим Сухон не мог понять, почему это я вдруг говорю, аллилуйя, когда мост, да, разрушен. Сейчас тут наводнение, а я говорю, что хорошо, отлично. И, знаете, сосновый лес, где мы используем для конференции, тоже был полностью разрушен. Я сказал, хорошо. Почему? Потому что там, где у нас шло собрание воскресной школы, там была неровная земля. Я сказал, да, поскольку нашу землю снесло, попросите, чтобы нам выделили землю, чтобы все выровнять. И, действительно, они очень хорошо сделали. И, знаете, это было самое большое наводнение в истории Ким Чона. И поэтому центральное правительство, оно выделило средства, чтобы помочь. И даже в Ким Чоне, да, для того, чтобы докладывать о последствиях этого наводнения. И поэтому сказали, все, что можно, ремонтируйте. И тогда, благодаря этому, на самом деле, мы могли сами ремонтировать наш мост, но мы также сказали, что наш мост разрушен, и они помогли. И теперь мы сделали мост, где четыре машины могут проехать, и еще останется место. Знаете, может, да, как ремонтировались мосты, подобную историю вы не знаете. Я же до сих пор, знаете, я самый стокупой человек. Я обращаюсь на маленькие вещи, говорят, а на большое не смотрю. Но глаза болят, когда смотрю на большое, поэтому... Однако, в том деле, которым я занимаюсь, после того, как пришел Иисус, я начал видеть, как меняется все. И это так хорошо. В Кении, если нет регистрации церкви, то нельзя проводить собрание. И те, которые были в Корее, они помогли нам и попросили у своего пастора, и нам дали регистрацию церкви. Когда я поехал в Кению, то этот пастор, да, сказал мне, давайте встретимся. Я подумал, а он точно попросит у меня денег. Сколько же мне нужно будет принести ему денег, я подумал. В те годы я взял с собой 7 тысяч долларов. 2 тысяч или 3 тысяч долларов, если я ему дам, этого слишком мало, я подумал. Я всю ночь размышлял, сколько же мне нужно будет ему предложить. Мы встретились с ним. Я ему сказал. Тот пастор сказал, что вот, нам нужно столько-то денег, чтобы построить молитвенный дом, чтобы построить дома для нуждающихся, тоже нужно столько-то денег. Тогда я сказал, почему бы вы не обращаетесь к Господу Богу? Что, в Кении разве нет Бога? До сих пор я не говорил или не просил помощи у других людей, да, после того, как я получил спасение. Ни у кого не просил. Я молился Богу, и Господь Бог всегда давал мне. И таким образом, да, этот пастор начал обо мне очень плохо думать. И он решил депортировать наших миссионеров. Но в последний день я поехал в место, которое называется Микури, да, с миссионерами. На машине, да, в Кении нужно от столицы ехать 6 часов туда. И мы ходили, проповедовали, потом вечером передавали слово. До сих пор, знаете, когда я думаю, представляете, везде темно, а на небе сияют звезды. И мы во дворе, собрав жителей этих деревней, мы передавали слово. На следующий день я должен был улететь из Найробии. И поэтому ночью мы приехали в столицу, и мы должны были уехать. Но в тот вечер, те, которые участвовали на собрании, они все получили спасение. И сказали, нам нужно слушать это слово. Поэтому позвонили в Найробии и пригласили двух наших миссионеров, чтобы послушать слово. Поэтому миссионеры отвезли меня в аэропорт, а потом сразу поехали в Микури. А этот африканский пастор, он отправил полицию, чтобы депортировать наших миссионеров. Получается, наши миссионеры находятся в Микури, поэтому никого не могли поймать. И арестовали брата, который находился тогда в молитвенном доме. А этот брат является внуком самого главного, ответственного по вопросу регистрации церкви. Он, главный по регистрации церкви, прочитав мою книгу, он сказал, пожалуйста, пастор, распишитесь в этом документе. И он подал заявление и получил справку о том, что мы подали документы на регистрацию церкви. И потом с этим документом он пошел в тюрьму и сказал, что вот, миссия Гуньос, она подала заявление для того, чтобы получить регистрацию. И такая церковь имеет право вести религиозную деятельность, поэтому он вытащил своего внука из тюрьмы, а потом через год мы получили регистрацию. И впервые, будучи миссияерской организацией, мы получили именно регистрацию церкви. Знаете, и с того момента мы могли активно передавать Евангелие. До сих пор, пока я передавал Евангелие, я не могу, конечно, писать словами все, что у меня было. Павел. Да, есть император, есть солдаты, есть командующие, да, есть умные люди. И столица, получается, Рима. Все находятся там. Но Бога не было. Конечно, Бог есть. Однако не было людей, которые верили в Бога. Именно поэтому Павел, он очень-очень хотел пойти в Рим. Если посмотреть послание к римлянам, написано, что я желаю передать Евангелие живущим в Риме. Диане, 27 главе, рассказывается, как Павел идет в Рим, да, будучи заключенным, он идет на корабле в Рим. 14 дней, да, он находился, да, в буре, и казалось, что он погибнет, но смогли спастись. И на острове ужарил его ядовитый змей. Сатана всячески препятствует, чтобы Павел не попал в Рим. Обычно, знаете, христиан, на христиан не устроят гонения. Но церковь, которая имеет спасение, всегда будет под гонением. Именно мы являемся той церковью. Но Господь, Бог, жив. Поэтому, если рассказать, как до сих пор Бог меня вел, невозможно словами описать все. Я, когда основал хор Гращес, сначала это были всего лишь некоторые братья и сестры, которые пели в нашем хоре. И поскольку я занимался вопросами молодежи, и когда я рассматривал душу молодых людей, я заметил, что у многих молодых людей в душе есть ропот, возмущение на родителей. Молодые люди, они могут смеяться, улыбаться, но если войти в их душу, то очень многое именно причиняет им рану. Дети, которым 17, 18, 19 лет, в таком молодом возрасте они имеют большие раны. И самая большая рана — это из-за того, что родители их развелись, живя вместе с отчимом или с мачехой. Да, многие молодые люди хотят убить свою мачеху, хотят убить отчима, и таких очень много. Именно они живут очень темной, очень трудной жизнью. Знаете, в нашей церкви, да, церковь, в которой никто не разводится, такую церковь я хочу сделать. А в Сеуле 30% людей разводятся, а в нашей же церкви 0,1%. Знаете, в нашей церкви рожат очень многих детей. На самом деле, рожать многих детей — это очень хорошо. Знаете, непослушные дети только в таких семьях, где только один ребенок. Знаете, если у вас будет трое детей, то они уже будут очень хорошо заботиться друг о друге. Знаете, когда дети находятся одни, они никогда не ломают душу. Знаете, может быть, родители не могут сказать, а дети же могут сказать, вот ты сейчас не послушаешь, я тебя накажу. Знаете, наш третий внук, он всегда непослушный, но когда старший брат находится, тогда старший брат может его так зажать, что младший скажет, ой, пожалуйста, прости, прости, отпусти меня. И когда родители не думают, тогда старший брат наставляет их, помогает им. И они очень хорошо слушаются. если трое будет детей, тогда у них отношение между людьми будет очень хорошее. Там какая-то аутизм, подобные вещи, знаете, почему происходят? потому что часто, когда дети остаются одни, у них появляется разная зависимость. Знаете, я говорю нашим братьям и сестрам, чтобы рожали побольше детей, минимум троих, а так четверых, пятерых. братья и сестры, они очень хорошо слушались. И действительно, да, очень много детей рожают, и очень хорошо. И здесь, знаете, когда мы получали квартиру, я не знал, оказывается, если два ребенка, ты будешь первым, а если трое детей, значит, ты будешь в нулевом очереди. А у нас большинство трое детей, и поэтому, если они подают заявление на получение квартиры, им сразу же дают. Знаете, 140 человек живут на квартирах, которые находятся рядом с церквью. Все, что мы не делали, Господь Бог помогает. И это удивительно. Сейчас, знаете, самая большая проблема корейских церквей, я не знаю, правда или нет, я не смог проверить, конечно, но был один пресвиктор, у него было много денег, ему хотелось пойти в Царство Небесное, и поэтому он много пожертвовал, знаете, и будучи пресвиктором, очень много трудился, но приближалась смерть, однако, он видит, что его грех не омыт. он думал, я ведь так трудился ради церкви, но если я умру со грехом, я же попаду в ад, об этом же ведь знает. хочется очистить грех, но как бы он ни трудился, да, он не мог освободиться от греха, поэтому в конце концов, перед смертью, он ругался на Господа, Бога и умер. В другой церкви. Говорят о том, что их братья и сестры являются грешниками. А знаете, почему называют меня еретиком? Потому что мы говорим, что мы получили прощение грехов. Нет праведного, нет ни одного. И они говорят, как это вы можете сказать, что есть праведники? Вы еретики, они говорят. А если смотрим Библию, нельзя смотреть только в одну сторону Библию. В Библии во многих местах рассказывается слово праведник. Ной был человек праведный. Праведный веру жив будет. Много может усиление молитвы, битвы о праведном. И давно больше есть слов, которые говорятся о праведном. Но что важно? Что если мы не смотрим на это слово, просто смотря на одно слово, которое говорится в Кремленном 3 главе 10 стихе, говорят, что нет праведного ни одного. В Кремленном 3 главе 23 стихе написано, что все согрешили, лишены славы Божьи. Да, действительно, там написано, что мы грешники. Но в 24 стихе написано, что получай оправдание даром, поблагодать его искуплением во Христе. Иисусе. И поскольку Иисус Христос очистил наш грех, мы уже получили оправдание. Почему же это слово не могут обнаружить? Дьявол закрыл им глаза. Да, из-за того, что мы говорим, что мы праведники. Кстати, они тоже, когда поют гимны, они говорят, что да, в его крови мы получили оправдание. О дивный день, о дивный час, когда Христос очистил мой грех. Так они поют, но, когда молятся, они говорят, Господи, я грешник, прости меня. Они даже не понимают, о чем они говорят. Иисус Христос, когда Ему будет боль всего, обидно. Он умер на кресте и очистил наш грех, но когда мы говорим, что мы грешники, да, я бы на месте Иисуса, я думаю, что уже бы сошел бы с ума. Потому что Иисус Христос, проливая кровь, умер и сказал, что не воспоминал грехов ваших. Я омыл ваши грехи белее снега. Даже так гимны поют, но продолжают быть грешниками. Сегодня Корейская церковь. Те, которые ходят в церковь, а им 70-80 лет, они уже понимают, что осталось им не совсем долго жить. И они думают, что я ведь ходил в церковь, но не получил прощения грехов. Если у меня будет грех, и я умру, тогда я же попаду в ад. Что мне делать? Очень многие христиане трясутся в страхе и умирают. Таких людей сегодня очень много. Как минимум, в церковь, когда ты идешь, ты ведь понимаешь, что если ты умрешь за грехом, ты не сможешь попасть в Царство Небесное. Знаете, многие люди перед смертью, они находятся в страхе. В 2017 году в Нью-Йорке, в Америке, и потом в Гонконге, и по всему миру мы ездили, собирали служителей, и на протяжении трех-четырех дней мы передавали слово. Знаете, пастора, они знают слово, и поэтому понимают, что то, что я говорю, я говорю правильно. В Американской республике собрались служители. Я поднялся за кафедрой и сказал, я праведник. Все равно с первого раза надо сразу сталкиваться. И тогда они начали поднимать руки, говорить, пастор, пастор, у нас есть вопросы, можно спросить? Я сказал, спросите. Пастор, разве вы не грешите? Разве вы не обманываете? Скажите честно. Вы разве не воровали? Скажите честно. Я сказал, хорошо, я скажу вам честно. Я очень много воровал, что невозможно сосчитать, сколько раз я своровал. Тогда как вы можете сказать, что вы праведник? Вы же грешник. Я сказал, я не знаю. Однако же, Бог сказал в Библии, что я оправдан. Если Бог говорит, что я оправдан, значит, я оправдан. Разве не так? Да, я открыл некоторые слова из Библии. И тогда они все очень сильно удивились. И вдруг они встали, начали подниматься на сцену. Я понял, что случилось? Они обняли меня и сказали, спасибо вам. Теперь я понял. Пожалуйста, распишитесь в моей книге. Вы наш отец. Знаете, у меня очень много сыновей, очень много внуков. Пастор той церкви, где мы проводили мероприятие, сказал, что в любой момент, пастор, приезжайте, вы можете передавать слово воскресенье у нас. Знаете, многие служители сегодня уже следуют за нами. Самая большая ошибка многих церквей, самый большой грех перед Богом, это когда мы говорим, что Иисус Христос не смог выполнить свою миссию. Иисус, Он умер на кресте за наш грех. Но если мы говорим, что Он не смог очистить наш грех, это значит, что Иисус провалил свою задачу. Аминь. Я много раз перечитывал Библию. К евреям, 10 глава, 10 стих. «Спасить того ли освященным и единократным принесением тела Иисуса Христа?» Кремлянам, 4 глава, 24 стих. «Получай оправдание даром пообладать Его искуплением во Христе Иисусе». Кремлянам, 4 глава, 25 стих. «Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». Кевреям, 9 глава, 11 стих. «Но Христос в первосвященных будущих благ придя с большей совершением скиния и неудокотворенного то есть недокового устроения и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». Помимо этого, если вы скажете, что я сказал, очень много, все мы блуждали как овцы, соврадили с каждым на свою дорогу и Господь возложил на него грехи всех нас». Исайя 53 глава, 6 стих. «Но Он изъязвлен был за грехи наши, мучим за беззаконие наше и наказание мира нашего было на нем и раном его мы исцелились». Исайя 53 глава, 5 стих. «Изглажу беззаконие твои как туман и грехи твои как облако, обратись ко мне, ибо Я искупил тебя». Исайя 44 глава, 22 стих. «И уже не буду... я прошу беззаконие их и грехов их не воспомину более». Исайя 31 глава, 34 стих. «Помимо этого, есть множество слов, если вы скажете, я смогу вам открыть. Но не читая внимательно Библию, в нашей церкви брат Пак, он попал под искушение. и его супруга, да, она пригласила меня и сказала, «Пастор, пожалуйста, пообщайтесь с моим мужем, он попал под искушение». И я позвал его. И знаете, что он говорит? «Пастор, у меня не получится измениться». Я спрашиваю, почему? В первой царстве, да, в первой главе рассказывается о сыновях Или, Офни и Финейс, которые прелюбодействовали. И тогда Или их обличает, и что говорит? Что они не слушали голос отца своего, ибо Господь решил уже предать их к смерти. Господь Бог решил уже предать меня к смерти, и поэтому я не смогу измениться, пастор. Тогда я улыбнулся. Знаете, в преследовательной церкви говорится о предопределении Калвина. Да, предвидение или предопределение и предопределение Калвина начинается с притчей, с истории о горшичнике. Что написано в Еремии 18 главе? 18 глава Еремии. Слово, которое было к Еремии от Господа. Встань и сойди в дом горшичника, и там я возвещу тебе слово Мои. И сошел я в дом горшичника, и вот он работал свою работу на кружале. Четвертый стих. И сосуд, который горшичник делал из глины, развалился в руке его, и он снова сделал из него другой сосуд. То есть, сломался этот сосуд, и поэтому горшичник, он сделал другой сосуд, который он хотел. может, тарелку для риса или что-то для другого. Потом пятый стих. И было слово Господне ко мне. Не могу ли я поступить с вами в дом Израиль подобно горшичнику всему, говорит Господь. Вот что глина в руке горшичника, то вы в моей руке в дом Израиль. Другими словами, горшичник, он своими руками делает то же самое. Господь Бог может делать то, что хочет. Он может избрать, может не избрать. И что говорит предопределение Кальвина? О том, что есть те, которых определил Господь Бог, и как бы они не грешили, они вернутся Господу Богу. А те, которых Бог не предопределил, как бы они не старались, они попадут в ад. У них не получится. Так говорит это учение. Учение предопределений. На самом деле это так смешно, потому что ведь дальше написано. Давайте посмотрим вместе седьмой стих. Иногда я скажу о каком-либо народе и царстве, что искренне сокрушу и погублю его. То есть Бог не избрал. Бог может избрать, Бог уже может не избрать. То есть как горшечник делает сосуд, как он хочет. И здесь написано иногда я скажу о каком-либо народе и царстве, что искренне сокрушу и погублю его. То есть это не избранный Но что говорит восьмой стих? Ну, если народ этот, на который я, это изрех, обратиться от своих злых дел, я оттяготю это зло. Что говорит восьмой стих? То, что мы погибаем, мы погибаем не потому, что нас не избрали. И мы погибаем, потому что мы не обратились от своих злых дел. Девятый стих. А иногда скажу о каком-либо народе и царстве, что устрою и удержу его. То есть это избранный народ. Но если он будет делать злое пред очами моими и не слушаться глаза моего, я отменю то добро, которым хотел облагодетельствовать его. Господь Бог может избрать какой-то народ. Однако, если не слушаться, он что сделает? Он уничтожит этот народ. И даже если этот народ является не избранным, но если он обратится, тогда Бог что говорит? Что я отлагаю то зло. И когда я сказал это слово этому брату Паку, он так сильно удивился. И вы не представляете, как он сильно поменялся. Он стал совсем новым в человеке. Он думал, что как сыновья или погибли, он думал, что они не слушали, потому что Господь решил их предать к смерти. Но они погибли, потому что не обратились. Неважно, какой грех вы совершили, если вы обратитесь, Господь Бог обязательно даст свою милость. И даже если ты избранный человек, если он пойдет в грех, тогда получит проклятие. Другими словами, тут неважно, Бог избрал или не избрал. А важно, обратились мы к Богу или не обратились. Вот о чем нам говорит Библия. Однако это учение Кальвина говорит о том, что важно, ты предопределен или не предопределен. Однако Бог же нам говорит совсем иное. Сау, царь Сау, он был избран Богом, но Бог его оставил. Юду Иисус избрал, но потом Бог его оставил. Евреев Бог избрал, потом Бог их оставил. Пастор Усубах, он язычник, которого Бог не избрал, но получил спасение. Почему? Потому что услышал это, Евангелие принял. Когда мы внимательно досмотрим Библию, если человек не обращает внимательное слово, в протестантской церкви говорят о том, о учении Кальвина. На самом деле это неправильно. В пресвитаренской церкви везде так говорят. Но я могу по Библию объяснить им о том, что неважно, Бог предопределил или не предопределил. Не это важно. Даже если предопределил. Если Бог оставится, значит погибнем. Если же не избран, но если мы обратимся, тогда получим милость. Мы же получили спасение, значит мы избранные. Вот как. Из-за того, что мы не знаем глубоко Библию, просто, да очень многие учения появляются из-за незнания. Я не хочу нападать на какие-то церкви. Например, церковь, которая исполняет субботу, они очень стараются исполнять субботу. Однако же, что интересно, Библия к Евреям 10 главе говорится о том, что закон имеет тень будущих благ, а не самый образ вещей. Закон имеет тень будущих благ. Что это значит? Что то, что приносит жертву, это стимулизирует жертву Иисуса Христа. Исполнять субботу, что это значит? Субботу не нужно нести никакое время, нужно все оставить. А Иисус является хозяином субботы. Вот что это значит. Понимаете? Послание Колоссянам. Давайте один стих посмотрим. Послание Колоссянам, 2 глава. 16 стих. Итак, никто, да, не осуждает вас за пищу, за питье, или за какой-нибудь праздник, или за новомесячие, или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе. Другими словами. Да, за новомесячие, или за субботу, не нужно никого осуждать. Это тень будущего, а тело во Христе. Когда пятницу вечером солнце садится, тогда начинается суббота. Что это значит? Да, когда мы идем к Иисусу Христу, Иисус Христос, который является хозяином субботы, когда мы становимся перед Ним, тогда мы оставляем все бремя, которое у нас есть. Для того, чтобы это показать нам, Он сказал слово о субботе, что это есть тень будущего. Хорошо исполнять закон. Да, тень является образом будущего, тенью будущего, а не самый образ. Другими словами, все это для того, чтобы рассказать об Иисусе Христе, который придет. Раньше, когда женились, тогда не молодые встречались, а наоборот, был посредник, который их знакомил. Говорит, вот, в нашей деревне есть такая красивая девушка, да, и приносят фотографию. И говорят, вот, эта фотография, и это такой человек. И раньше, говорят, эти посредники часто обманывали. Вот говорят, что вот, она такая красивая, такая добрая, но немножко далекая. Тогда молодой говорит, что, ну, какая разница, если красивая, тогда ничего страшного. А когда они женились, оказывается, жена не видит. И говорит, вот, почему вы меня обманули? Я не обманывал? Я же сказал, что она далекая. А ты сказал, что ничего страшного. В те годы, сейчас, знаете, можно позвонить, по какаоток, посмотреть на лицо. А в те годы же это было слишком далеко, и поэтому невозможно было встретиться. И поэтому через фотографию, да, смотрели, а, вот как выглядит невеста. Однако, этот тень, правильно, невеста? Они самый образ. Сейчас, доколе этот молодой человек будет смотреть на фотографии, пока невеста не прийдет. Когда придет невеста, уже нужно оставить фотографию, да? Если невеста находится рядом, а ты будешь смотреть фотографии, это будет неправильно. Все это является тем, что символизирует Иисуса Христа, то есть тенью Иисуса Христа. Все это является тенью. То, что закалывали агонца, показывает о том, что Иисус Христос является агонцем Божьим. Правильно? Но, когда мы точно не понимаем Библию, тогда нам кажется, что надо исполнять хорошо закон. Но исполнять закон никто не может попасть в Старство Небесное, потому что делами закона не оправдается пред Ним никакая плоть. Библия говорит так. Но из-за того, что мы не знаем эту сторону, люди же стараются исполнять заповеди. Когда сойдет на вас Дух Святой, примите силы, будьте свидетелями мне в Иерусалиме, во всей Иудее и Самаре и даже до края земли. Да, с таким трудом передавали слово. Он идет, Павел идет в Рим для того, чтобы передавать Евангелие. Он встретил потоп, ядовитую змею, но потом в Рим был передан Евангелие. И потом через Рим всю Европу могла распространяться Евангелие. И в 1080 году, в 800 году, христианство было только в европейских странах. Но Пуритании из Англии, они страдали, потом переправились в Америку. И в конце 18 века и в Китай, и в Японию, и в Корею начали приходить христиане. Знаете, на самом деле, в 1800 году многие люди в Корее не слышали даже именем Иисус. Однако, мы верим в Иисуса Христа для того, чтобы получить прощение грехов. Люди, когда получают прощение, когда грешат, они мучаются из-за греха. Однако, в Библии рассказывается о том, что кровью Иисуса Христа мы получили, омылись. Однако, из нашей совести мы начинаем думать, что мы грешники, правильно? Понимаете это? И учат, что мы грешники. Однако, Библия же, что говорит нам? Все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе. Дорогие братья и сестры, и неважно, кем вы являетесь, Бог говорит, что получили оправдание. И сестра в чертом свитере тоже, Бог говорит, что вы оправданы, что брат в очках тоже оправдан, брат с красным глазком тоже оправдан. Почему? Мы оправданы не потому, что мы какие-то особенные, а смотря на крест, Бог говорит, что мы оправданы. Понимаете? Да? Сестра, которая в белой блузке, тоже ваш грех омыть на кресте. Понимаете? Понимаете это? Сестра, которая в красной футболке, и ваш грех тоже Бог очистил совершенным образом. Кровью пролитой на кресте мы очищены. Не потому, что мы что-то сделали. На крови Иисуса Христа мы омыты. По благодати Божией, даром получили оправдание. В Течоне есть один наш брат, и его маме больше 80 лет было. Она, да, не верила, она хотя хочет в церковь, но говорила, что у нее есть грех, и говорила, что мы еретики. Но однажды брат сказал, «Мама, не хочешь поехать со мной на горы, отдохнешь?» И тогда она сказала, «Хорошо, а то я целый меня дома нахожусь». А сын привел ее на конференцию на гору. И она видит, что многие люди собираются. И она начала злиться. И тогда сын сказал, «Мама, ты приехала сюда, давай встретишься с пастором Уксупаком». Знаете, когда она еще была молодой, она работала в государственных организациях, поэтому она была очень образованной. Она говорит, «Ты думаешь, что я не смогу с ним встретиться?» «Ну, встретимся давай». И я сел напротив нее. И я сказал, «Вы же говорите, что вы грешница?» Я говорю, «Конечно, я грешница, только такие еретики, как ты, говоришь, что нет греха». То есть, если есть грех, тогда ты правильно говоришь. Если у тебя есть грех, нет греха, тогда ты еретик. Тогда я открыл Исайю, 53 глава 6 стих. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на него грехи всех нас». Я сказал, «Прочитайте, пожалуйста, это слово». Она прочитала это слово. Я спрашиваю, «У вас все равно есть грех?» Она говорит, «Ну, я же сказал, что есть грех». Только такие еретики, как ты, говорят, что нет греха. То есть, читая Библию, не понимает, что читает. Просто читает. Я сказал, «Почему вы не верите в Библию?» «Как это я не верю в Библию?» «Я верю в Библию, это ты не веришь в Библию». Я сказал, «А во что вы верите в Библию?» «Я верю в Ветхий Новый Завет, все верю». Я сказал, «Прочитайте еще раз». «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». Здесь написано ведь, что «И Господь возложил на него грехи всех нас». Тогда скажите, у нас есть грех или нет греха? Нет же греха. Знаете, так я был удивлен. Я сказал, «Вы внимательно посмотрите, что говорится в Библии». И тогда она прочитала слово. Сначала она невнимательно читала, а потом она начала читать. «Все мы блуждали, как овцы, сопротивились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». Если Господь возложил на Иисуса, значит, у меня нет греха, оказывается. А в пятом стихе написано, «Но Он изъязвен был за грехи наши и мучен за беззакония наши, наказание мира нашего было на нем и ранами его мы исцелились». А, да, я выучил это слово. «Он изъязвен был за грехи наши и мучен за беззакония наши». «Наказание мира нашего было на нем и ранами его мы исцелились». «А, значит, мои грехи уже омыты, оказывается». Я сказал, «Все равно вы грешница?» Тогда она уже не могла ничего мне сказать. Я спросил, «Вы же ведь неправильно верили до сих пор». Посмотрите Библию. Библия говорит о том, что да, мы согрешили, однако кровью Иисуса Христа наш грех омыт. Если Иисус Христос умер на кресте, но если мы продолжаем говорить, что мы грешники, мы так оставляем имя Иисуса Христа. Если Иисус не смог очистить наш грех на кресте, вы представляете, как мы оскверняем его имя? Нет, Иисус Христос, он ни в коем случае не провалил свою миссию. Он точно очистил. Если он говорит, что не воспоминет, значит, не воспоминет. В тот день она в душе стала совсем новым человеком. Однажды я поехал в Тейджон, я спросил у невестки ее, «Как ваша кровь поживает хорошо?» А в ее церкви сегодня не было. Тогда сказали, что она немножко себя плохо чувствует, поэтому не может ходить уже в возрасте. Но она сказала, но все равно каждый день она продолжает звонить с вами знакомым, приглашает в церковь и общается. «Грех передан или не передан?» «Омыт грех или не омыт?» Теперь, как вы думаете, она будет говорить, что мы еретики? Нет. Нам называть еретиками из-за того, что не знают. Да, у нас есть опыт того, что мы грешили. Да, есть некоторые вещи, которые, кажется, что вот очень причиняют большой боль мне. Есть большой грех, да, в нашей душе. Эти вещи дают нам большое мучение, и поэтому нам кажется, что мы, слова, что мы грешники, они намного ближе, нам кажется. Но я скажу, что это не так. Иисус Христос, когда умирал на кресте, Его кровь очистила наш грех белее снега. Господь Бог написал в двух местах наш грех. Если посмотреть Геремию 17 главу, написано, «Грех Юды написан железным резцом, алмазным острем, начертан на скрижале сердца их и на рогах жертвенников их». Написано, тот грех, который написан на жертвеннике, это грех написан для того, чтобы Бог помнил о нашем грехе, а грех, который написан на скрижале сердца, это для того, чтобы мы думали о нашем грехе. И поэтому мы помним наш грех, когда закладывали агнца. Почему же кровь нужно было мазать на рогах жертвенников? Потому что уже жертва принесена. И поэтому та запись, которая написана на рогах, должна быть уже стерта. Как же тогда стереть тот грех, который мы помним в нашей душе? Верою. Да, мы помним. Однако, Иисус Христос именно очистил мой грех. Верою мы можем очистить этот грех. Аминь. Аминь. Бог кровью Иисуса Христа все омыл белее снега, и мы стали всеправедными. К евреям, 10 главе. По сей-то воле освященны мы единократным принесением тела Иисуса Христа. Это 10 стих. 11 стих. Говорит, «И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов». То есть, священник каждый день приносит жертву, когда люди грешат. Почему? Потому что жертва, которая приносится в этом мире, этот мир – это мир времени. Да, сегодня было что-то, но если пройдет день, это будет уже завтрашний день, вчерашний день. Год пройдет, 10 лет пройдет. Да, это становится все прошлым. Да, это в мире времени. Даже если ты просто ничего не делаешь, все равно время идет, правильно? А та жертва, которая стала уже в прошлом, не может очистить грех, который я совершаю сегодня. И в Ветхом Завете каждый раз, когда ты грешил, нужно было закалывать агнца, снова закалывать, приносить жертву снова и снова и очищать грех. Если Иисус должен умирать, как та жертва, которую приносили в Ветхом Завете, тогда Иисусу нужно умирать, умирать, умирать тысячи раз, десятки тысяч, сотни тысяч жертвов, он умрет, этого будет недостаточно. Даже если Он десятки миллионов раз умрет, не сможет очистить наш грех. Почему? Потому что каждый день мы совершаем грех. Поэтому Господь Бог, взяв эту кровь, которую Иисус провел на кресте, и не на жертву, которую на земле, а Он вошел в скинью, которая в Царстве Небесной, и неукотворенную, именно в вечном мире Он очистил наш грех. Этот мир, это мир времени. Поэтому мы не можем остановить то время, которое идет. Есть даже песни, которые говорят, что как бы я хотел остановить время. Хочется привязать то время, которое идет. Однако мы не можем ни привязать, ни остановить, ни вернуть время. Именно это и есть мир временной. А Царство Небесное же — это вечный мир. И поэтому там все вечное. Царством Небесным мы не будем стареть. Понимаете? И мы будем иметь новое тело. С этим телом мы не можем находиться в Царстве Небесном, поэтому мы это оставим. Правильно? И с новым телом мы будем идти. Тело, которое не портится. Все вечное. Все неизменно. И там, если очистить наш грех, тогда мы навсегда можем очистить наш грех. Аминь. К Евреям в 10 главе 10 стихе написано. По сей того ли освященным мы единократным принесением тела Иисуса Христа. То есть, одним приношением. Скажите, мы освящены или не освящены? Освящены. 11 стих говорит. И всякий священник ежедневно стоит в служении многократно приносит одни и те же жертвы. То есть, те жертвы, которые приносили в Ветхом Завете. Но оно может очистить грех только того момента. И 12 стих говорит. Он же принес одну жертву за грехи навсегда воззел одесною Бога. То есть, Он навсегда смог очистить наш грех. Одним приношением. Для того, чтобы очистить ваш грех, Иисусу не нужно каждый раз умирать на кресте. Он одним приношением. Навсегда очистил наш грех. И 13 стих. Чтобы враги были в подножьях. Кто враг Иисусу Христу? Это те, которые, хотя Иисус умер на кресте, но продолжают говорить, что у них есть грех. Которые не ценят смерть Иисуса Христа. Потом 14 стих. Ибо Он одним приношением навсегда сделал, какими? Совершенными. Освещаемых. И что теперь, даже если мы хотим попасть в ад, мы не сможем попасть. 17 стих, пожалуйста, посмотрите, как там написано. И грехов их, и беззакония их, не воспомяну, боли. И 18 стих. А где и прощение грехов, там не нужно приношения за них. То есть, уже навсегда очистил, чтобы не нужно было приносить снова. Я не знаю, почему люди не читают такое слово. Поэтому мы не верим нашим мыслям. Иисус Христос на кресте навсегда очистил наш грех. Давайте будем верить в это слово. Что тогда можно грешить, как попало? Кто-то так говорит мне. Самое главное, что если Он говорит, что очистил наш грех, значит очистил наш грех. Верно? Даже если мы не хотим грешить, мы грешим ведь. Но Бог говорит, что Он оправдал нас. Верою в такое слово, когда мы живем, Дух Святой будет действовать и давать свою благодать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok